В городском округе Люберцы продолжается плановая проверка газового оборудования в многоквартирных домах. Кроме сотрудников газовой службы, большую работу в этом направлении проводят и представители госжилинспекции. Свой очередной выезд они совершили вместе со съемочной группой нашего телеканала. На этот раз тест-драйв на газовую безопасность прошел трехэтажный многоквартирный дом на Красногорской улице. Сначала специалист проверил исправность общедомового оборудования, а затем начал обход квартир. В последний раз эту двушку обследовали полгода назад. Тогда у сотрудников газовой службы нареканий не было. По словам хозяйки, проблем нет и сейчас, но проверка показала обратное. Хозяйка, у вас здесь тяга слабовата из-за того, что сеточку нужно обильно чистить и промывать. При обследовании газовой плиты специалист обнаружил утечку. Для хозяйки новость неожиданная. Специфического запаха в квартире никогда не было. Дом, конечно, уже не молодой, поэтому все коммуникации нужно периодически проверять. И это очень важно. Газ – это не шутки, это очень важно. Поэтому, пожалуйста, пускайте людей. Пусть проверяют, это их работа, но это реально очень важно. С таким же призывом к жителям городского округа Люберца обращаются представители госжилинспекции. Отсутствие доступа в квартиры – одна из самых больших проблем в работе газовой службы. А каждая необследованная плита – прямая угроза для всего дома. Зачастую за статистикой по газовым происшествиям люди видят только сухие цифры. На самом деле мы должны понимать, что за этими цифрами кроются невосполнимые человеческие потери, которых можно было бы избежать при надлежащей эксплуатации газового оборудования. Внутриквартирное газовое оборудование нужно проверять не реже одного раза в год, а оценивать работоспособность вентиляционных и дымовых каналов как минимум три раза в год. Но при малейшем подозрении на утечку нужно срочно обращаться в специализированную организацию.